Это уже своего рода примета. Если на заседание областного совета приглашены представители полиции, значит настало время ежегодного отчета. Начальник УМВД России Парловской области Юрий Савенков три дня назад подвел итоги в ходе ведомственной коллегии. И вот теперь в областном совете об успехах и проблемах. Сократилось количество жалоб на неправоверные действия сотрудников полиции. Результатом наших совместных усилий взаимодействия правоохранительных ведомств, органов законодательной и исполнительной власти стало сохранение тенденции снижения уровня преступности, который в нашей области ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу и в целом по России. Откровенно скажу, нас радуют те цифры, которые сегодня Юрий Николаевич Савенков довел до депутатов. Это, во-первых, снижение преступности. И ежегодно мы видим, как системно работают наши районные отделы полиции. Ведь в 19 муниципальных районах снизилась зарегистрированная преступность. Особое внимание ситуации на дорогах области. Более активно выявлялись факты управления транспортными средствами, состояния алкогольного опьянения, а также выезд на полосу встречного движения. По фактам повторного управления транспортом в нетрезвом состоянии возбуждено 387 уголовных дел. Доклад Юрия Савенкова продолжился вопросами и пожеланиями. Встретил я как-то пьяного товарища, который садится за руль. Звоню в телефон дежурной части ГИБДД. Говорю, вот такая-то машина, пьяница за рулем, опасно, преступник. А мне говорят, а ваша фамилия как? Меня как бы это не смутило, но другие граждане по тому же вопросу были бы смущены. Кто знает, достаточно много шутливых обращений, а силы и средства отвлекаются. Где-то надо будет на более серьезные выехать. То есть тут вот, как сказать, я обязательно на порядке на эту тему поговорю с сотрудниками, чтобы более внимательны были. Но тут можно рассматривать так, скажем, 50 на 50. Но тем не менее, есть здесь правильно вы говорите, что, наверное, некоторые могут действительно поскромничать, положить трубку и уйти. Хотя на самом деле события имеют место быть. Вот в своем докладе упомянули о росте почти на треть, по-моему, вы сказали, преступлений, зарегистрированных, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. О чем идет речь? Незаконный оборот увеличился или же органы ОМВД разработали какую-то такую тактику по выявлению и борьбе? Больше внимания, больше практики наработано вот именно в выявлении таких закладок, торговли через интернет и так далее. Проблема с парковкой в районе детской больницы стала дискуссионной темой. Некоторые законотворцы настаивали закон законом, но в положение родителей и малышей надо входить. Я стала недавно свидетелем факта, когда эвакуатор забрал машину возле детской областной больницы. Мы прекрасно знаем, какая там ситуация с парковкой машин. И когда на руках мужчина с больным ребенком метался и не знал, куда обратиться и что делать в этой ситуации, может быть, как-то более тщательно и внимательно подойти к вопросу детской областной больницы? Представьте себе, если более сложные и серьезные заболевания у другого ребенка, и он не сможет подъехать. Вот тут как, как тоже здесь вот поступить? Каждый случай частный. Займемся обязательно. Будет обратить на мой вопрос. Очень плотно займемся. Я поддержал сегодня депутата Пашкову с выступлением о том, что надо как какие-то мягкие меры принимать к людям. Может быть, там продлить там 15, 20, 30 минут, чтобы не эвакуировали. После отчета главный полицейский вместе со всеми подчиненными отправился к местам службы, а депутаты продолжили заседание. Повестка первой в этом году сессии была довольно-таки скромной. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, Телеканал Первый областной.